Семен ли планирует вас выпускать в следующем матче против Александрия? Вопрос не ко мне, честно говоря. Я готовлюсь, а вот непосредственно решение по поводу того, кто будет играть, будет приниматься накануне игры. Вы готовы сыграть? Это если надо будет, конечно. Я не отдавал себе, честно говоря, отчет в этом. Не задумывался. Потому что есть границы моих возможностей, мои пожелания. Их мало кто, наверное, учитывает. Возможно, с целью более лучшей организации проведения матча и есть в этом смысл. С другой стороны, мы неплохо выступаем и на стадионе имени Валерия Васильевича Лобановского. С этой стороны нет смысла. То есть однозначно ответить тяжело. А на матче сборной с Германией ты не побывал на этом стадионе? Я был на стадионе. На трибуне был. Какое впечатление? От стадиона, от игры? Ну, о игре я говорить не буду. Но скажу так. Если бы мне перед игрой кто-то сказал, что со сборной Германии, сборная Украины сыграет еще там 3-3, я сказал, что это был бы неплохой результат. После игры я был немного разочарован результатом, потому что имели достаточно много моментов и должны были выигрывать эту игру. Реализация должна была быть лучше. Александр, такой вопрос. А вот кого бы вы хотели в соперники именно во время Евро? Вы уже рассматривали, кто в корзинах, кто у нас в соперниках? Я с голову подобными вопросами не засоряю. Но есть у вас какой-то фаворит, с кем бы вы хотели сыграть точно? Ну, вот ваше мнение лично. Хотел бы сыграть 6 игр. Ну, это такой вопрос. Будущий матч с Александрией, в принципе, можно сказать, что Диана Ванна должна играть только на победу. Но с вашим опытом, насколько тяжело после сборных собираться на матчи чемпионата? Причем в таком матче, где может дать какую-то слабленность, учитывая, что сперник. Ну, расслабленности не может быть, это однозначно. Но опыт подсказывает мне, что матчи после сборных всегда проходят достаточно сложно для всех команд. Потому что игроки разъезжаются, потом пока соберутся, переключатся с одного соревнования на другое. То есть процесс бывает, скажем так, не одного дня для того, чтобы вернуться в нормальное рабочее состояние. Я имею в виду коллектива, команда. Но мы прекрасно провели, я считаю, первую часть чемпионата. И все, в общем-то, в наших руках. И было бы обидно, если бы мы позволили растратить это преимущество, которое у нас есть. Александр, а может, выделить такого сестра в Сенгрии? Не могу никого выделить. Я вообще ни команде соперника не обращаю особо на него внимания. Это не говорит о том, что я их не уважаю, недооцениваю или еще что-то. Есть наши задачи, есть наши моменты игровые. И я на них стараюсь сконцентрироваться. Поэтому выделять кого-то никогда не буду. Можете даже подобными вопросами ко мне не обращаться, не относительно других команд вообще. Вы слышали, что «Динамо» приглашает в Восточноевропейскую лигу? Вы хотели бы сыграть в таком турнире? Не слышал, поэтому я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Сразу так, вот с бухты барахты. Скажите, а вы уже успели поздравить Огня Набуковича с выходом на Евро? Нет, не успел я его еще поздравить. Ну, можно ли, ну, он не стал единственным динамовцем, который, ну, из середине украинцев, который попал на Евро. Будете ли за него переживать, поддерживать его? В общем-то, да, за исключением некоторых моментов, которые могут быть. То есть, если Украина встретится с Хорватией? Боже мой, вы все так тонко раскусили.